На апрельской программе Короев, он же Фагот, говорил, что самые сложные вопросы – это вопросы крови. Причудливо тасуется колода. Ну что ж, поверим Фаготу и сделаем темой, которая будет объединять все сюжеты сегодняшней игры, всевозможные запутанные или загадочные, родственные или же семейные отношения. Итак, все сюжеты сегодняшней игры будут связаны наличием в них каких-то загадочных, запутанных, туманных, родственных или семейных отношений. Давайте попробуем в первом туре отгадать некий портрет члена семьи, описанный в одном из произведений русской литературы. Этот портрет был мужчиной? Да. Герой портрета – молодой человек? Ну, это философский вопрос. Наверное, автору портрета было бы приятно видеть его молодым. Портрет был большого размера? Пожалуй, должен вам сказать, что портрет носил глобальный характер достаточно. В этом произведении не присутствует ли какая-либо мистика? Нет. А этот портрет рисовали на заказ? Ну, если только на собственный заказ. На собственный. Скажите, пожалуйста, а семья в этом произведении была дворянского происхождения? Я бы сказал, и так, и сяк. Ну, ведь может быть не одна семья, правда? Или, может быть, смешанные братья, например. Художник с тем человеком, который изображен на портрете, находился в родственных отношениях? Вот на момент создания портрета. На момент создания. Ну, пожалуй, можно вам ответить, пока не находился. Понятно. Но мог бы ответить, что и находился. Скажите, а человек, изображенный на портрете, мог быть с реальной исторической личностью? Да, пожалуй, нет. Вряд ли в реальной исторической личности найдется такой набор данных, как на этом портрете. Это была бы какая-то идеальная личность с точки зрения автора портрета. Мы говорим о портрете. Это может быть и словесный, и красками писанный, или рисунок. Это какой портрет? А вот я не могу вам ответить на вопрос, какой. Вы должны сформулировать вопрос так. Итак, это портрет, нарисован художником? Нет. Стало быть, это словесный портрет. Он мог быть и таким. Полуниверситет, т.д. Вот такой может быть портрет. Полугерой. Итак, я ответил вам на первый вопрос. Написан ли портрет художником? В традиционном смысле этого слова нет. Не общался ли портрет непосредственно с художником? Со своим создателем. Со своим создателем. Ну, можно сказать, что общался. Но, может быть, не в созданном виде. Скажите, пожалуйста, а образ мужчины в этом произведении, он носил позитивный характер? Мужчина в этом произведении позитивный. Портрет, вот этот портрет. Да, безусловно. Портрет в том виде, в каком он должен был состояться, был позитивным. Носил позитивный характер, используя вашу терминологию, по отношению к автору, к своему автору. А это не жених? Это сватовство, может быть? Вы имеете в виду, было ли... Ну, то есть, это сваха описывает портрет жениха, скажем так. Сваха описывает портрет жениха? Да. Или, может быть, у вас... Ну, хорошо, еще раз повторите вопрос абсолютно точно, чтобы я вам ответил точно. Портрет... Является ли этот портрет молодого человека женихом? А портрет описывает кто? Сваха. Портрет описывает сваха? Да. Тогда нет. Нет. Скажите, пожалуйста, а этот портрет, вот по самому произведению, если мы его читаем, там он несобирательный от разных героев? Несобирательный ли это портрет? Да. Этот портрет не состоит ли из собирательного образа разных частей тела, разных частей лица? Хорошо, состоит. Можно произведение? В том числе, пожалуйста. Произведение. Может быть, это жених бы Гоголя? Дальше. Если к носу представить подбородок Ивана Ивановича, там потом, ну, вообще, вот одного человека, другого. В Агафье Тихоновне это все было. Как совершенно точно было замечено, портрет совершенно необязательно, может быть, написан маслом на полотне. Агафья Тихоновна грезила. Вот если бы к носу Ивана Кузьмича, к губам, если бы к губам Ивана Кузьмича добавить нос, я, к сожалению, сейчас точно не помню, Никонор Иванович, да еще немножечко развязанности Бултазара Бултазаровича, дородности Николая Ильича, по-моему, вот тогда это было бы идеальное аплодисменты. Аплодисменты. Ну, вы знаете, справедливость радио, надо сказать, что на нашей программе всегда был в части альтруизм, и мы всегда вручили приз за альтруистический вопрос, то есть за вопрос, который открыл путь к победе другому. Вот я абсолютно убежден, я прошу вас, встаньте, пожалуйста, я абсолютно убежден, что главным, ключевым вопросом, да, был ваш вопрос, был ли это портрет жениха. Пожалуйста, вот вам приз, сенсационные результаты научной, правда, гималайской экспедиции, пожалуйста. АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ 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 Продолжение следует... Слава Богу, слава Богу, слава Богу, уцелеет святое дитя. На дорогу, на дорогу, на дорогу, ты неси твой по камням дитя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, уцелеет святое дитя. На дорогу, на дорогу, на дорогу, по камням идя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, уцелеет цветой дитя. На дорогу, на дорогу, на дорогу, на дорогу, на дорогу, по камням идя. Слава Богу, слава Богу, слава Богу, уцелеет святое дитя. Прошу вас, друзья, отгадать цель некого отречения. Описанного на страницах одного из произведений русской литературы. Цель некого отречения, описанного на страницах одного из произведений русской литературы, связанного так или иначе с нашей темой, запутанное, загадочное, семейное или родственное отношение. Отречение происходило от материального или от духовного? Отвечать на первую часть вопроса. Леш, у меня к вам, в свою очередь, вопрос. Я отвечу. Зачем вы задаете вторую часть вопроса, если я все равно должен отвечать на первую? Понятно. Вы не знаете ответ на этот вопрос. Первая у вас какая была? Материальная. Отречение было от материальной. А вот я не знаю, честно говоря, еще раз, отрекался ли человек от чего-то материального? Ну, нет. Будем считать нет. Нет. Отрекался молодой человек? Да. Пожалуйста. Отрекались от любви? Нет. Тот человек, который отрекался, он принадлежал к дворянскому сословию? Нет. Ну, мы уж не будем историю с комаром вспоминать, да? Я очень любил пояснять принципы своих ответов «да» или «нет». Истории, когда был загадан комар, спасший мух, тскатух, и меня спрашивали, дворянин ли он? И я не мог ответить «нет», потому что он вооружен, отважен, галантен. Я сказал «да», и меня поняли. Поэтому вот и к остальным моим ответам относитесь, пожалуйста, так же, как к ответу о дворянстве комара, спасителе мухи, тскатухи. Пожалуйста. Герой отрекался от родителей? Ну, вы знаете, в какой-то степени, можно сказать и так. Молодой человек был студентом? Да. Это, по-моему, Достоевский «Преступление и наказание». Раскольников, когда отрекался после письма, полученного из деревни, он сказал, что если его сестра выйдет за своего жениха, то он отречется от них, будет не считать ее своей сестрой или своей матери, там, мать. Ну, вообще, очень красиво. А в чем там запутанность родственных и семейных отношений? Ну, что это сестра, как бы... Он считал, что сестра выходит за деньги, ну, чтобы спасти своего брата, как бы, от нищеты. Ну, к сожалению, вы не правы, но поскольку все-таки в вашем вопросе было некое ключевое слово. Прошу вас, это вам. Но вы не правы. Но, тем не менее, молодой человек был студентом. Пожалуйста. Не был ли этот человек сделан из дерева? Нет. Был ли этот студент студентом какого-либо естественно-научного факультета? В смысле, не гуманитарного. Отвечать на первую часть. Да вы знаете, вот я не абсолютно точно помню. По-моему, не гуманитарного, да. Да, не гуманитарного. Он отрекался от славы? Нет. А отрекался он, может быть, ради выгодной женитьбы? Выгодной женитьбы? Да. Нет. Заметьте, отрекался ли он ради выгодной женитьбы? Выгодной? Нет. Я все-таки рискну спросить. Он был человеком? Да. Хорошо. И его поступки подтверждают его право быть человеком, как поступки комара подтверждают его право быть названным дворянином. Это молодой человек отрекся от своих родителей ради того, чтобы жениться на любимой женщине. Ну, вы рассказали здесь такую историю, что, может, вы уже ответ дадите? Нет. Нет? Видите ли, ваша история состоит из многих компонентов. С какими-то я могу согласиться, с какими-то нет. Понимаете? Ну, по частям, если... По частям. Но отрекся от семьи, чтобы жениться. От сварей. Ну, скажем, ему не разрешали жениться, он отрекся от родителей, чтобы жениться. Так, ну, хорошо. Вот вы все время, в общем, в какую-то сторону, ну, такую правильную, вроде бы, идет, но конкретика губит. Нет. Был ли он законорожденным сыном? Вы знаете, давайте вот я вам отвечу «нет». Не был. Хорошо? Хотя тут, опять же, можно как-то отвечать уклончиво. И, может быть, я сейчас не совсем правильно вам говорю, но вот... Нет. Он не был законорожденным по сути? Да, вот в той ситуации, в которой сложилось произведение. Она двойственная. То есть он входил в случайное семейство? Пусть так. Я близка к тексту, кстати? Вы близки к тексту. Так, отрекся ли он от некой идеи? Вы хотите ответить? Я попробую. Это подросток Достоевского, отрекшись от идеи Ротшильда или нет? К сожалению, нет. Можно я попробую? Да, пожалуйста. Мне кажется, что это пьеса Вампилова «Старший сын». А отречение? Я, к сожалению, не помню имен, но там, соответственно, молодой человек отрекается от своей матери и признает отцом и семью другую, в которую он попадает. А потом? Ну, а потом он признается в том, что он был неправ, в том, что он обманул. А почему он признается? Ну, потому что он полюбил, на самом деле, этих людей, и в том числе, как бы, свою сестру названную. И он отрекается от предполагаемого родства с Рафановым ради того, чтобы стать любимым человеком или мужем своей вот этой вот сестры. Да? Что ж, будем считать, аплодисменты. Ну, по-моему, здесь нечего комментировать. Мне кажется, все абсолютно правильно и точно. Он вынужден был отречься от этой лжи, чтобы иметь... То есть он отрекся от одних родственных отношений, чтобы, уж говоря, утилитарно вступить в другие. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ПЕСНЯ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Итак, отгадайте, пожалуйста, некого литературного героя зарубежной литературы, имеющего непосредственное отношение к теме нашей игры, запутанные, загадочные, родственные, семейные отношения. — Присутствовали в этом произведении болота? — Болота? — Да. — Не припомню, по-моему, нет. — Трясина, скажем так. — Не припомню, по-моему, нет. — Был ли герой возвращен своей матери по прошествии многих лет, которые он провел со своим отцом вдалеке от матери, и потом и даже не знал о том, что она есть? — Ну, если это можно назвать возвращением, то в какой-то степени он был возвращен своей матери. — Через некоторое количество лет. — Ну, не надо только продолжать всю историю через некоторое количество лет. — Хорошо, спасибо. — А ты мне матери, героя? Ну, раз мы согласились, ну, хорошо, пожалуйста. — А не готовился ли герой принять должность более высокой, чем он раньше занимал? — Ну, и эти мотивы приема более высокой должности, чем была у героя раньше, присутствуют в произведении. Не могу только сказать, что он готовился к этому специально. — Не убил ли герой случайно своего близкого родственника? — И такое случалось в этом произведении. — Ну, может быть, это царь Эдип? — Нет. — Татьяна, не будете ли вы так же любезны, как Андрей, рассказать печальную повесть целиком? — Целиком. — Итак. — Царь Эдип, когда он родился младенцем, предсказатели предрекли, что он убьет своего отца. Поэтому отец распорядился бросить его в пропасть. — Не совсем так. Я буду вас поправить. — Хорошо. — Проколох ему ноги. Почему его потом и назвали «пухлоногий Эдип». «Эдип» — это значит «пухлоногий». И бросил не в пропасть, а... Ну, не важно. Дальше. Продолжаем. — Да, я прошу прощения своих преподавателей античной литературы за те неточности. — А вы знаете, там есть много вариантов. Ну, пожалуйста. — Да. — Кстати, автор кто у нас? — Сейчас скажу. Сафоков. — Сафоков. — Да. — Хорошо. — Я чувствую себя как на экзамене. — Сами напросились. Пожалуйста. — Ну, но те слуги, которым было поручено убить младенца... — Ну, оставим эти младенческие страдания. Так он оказался... — Ну, в общем, его воспитали пастухи. — Татьяна. Пастухи не воспитали его, а подбросили в Каринф, бездетному царю Каринфа. — Может быть, вы расскажете, у вас это лучше получится. — Ну, и так. Царь Эдип был подброшен бездетному царю Каринфу и жил там счастливо припевающе, не будучи царем, заметьте, потому что был вопрос, вступил ли он в более высокую должность. Так вот, вот что мы делаем вместо игры, я рассказывал какие-то мифы, переданный потом Сафоковым в трагедии царя Эдипа. Так вот, жил он себе в Каринфе припевающе, пока некто не то на перу, будучи в состоянии опьянения, не то будучи побежденный Эдипом в каких-то играх, не назвал его подкидышем. И тогда он, не получив связанного ответа от своих каринфских родителей, пошел в Дельфа к Оракулу, где ему тоже не ответили, подкидыш он или нет, но дали еще одно предсказание, что он убьет своего отца и женится над своей матерью. Чтобы не возвращаться в Каринф и не подвергать опасности своих предполагаемых родителей, он пошел в Фивы, а по дороге ему встретилась повозка, на которой ехал некий старик, сопровождаемый слугами, они чуть не столкнулись, старик оттянул его кнутом, разъяленный Эдип вырвал одного из слуг в посох и убил старика из-за одной всех воспутников, кроме одного. А сам продолжал путь дальше в Фив, будучи уверен, что он совершенно прав, от него напали первые. В то время у врат Фив стояло некое чудище сфинкс, или если угодно сфинга, потому что она была женского рода, женщина с туловищем льва, и поэтому в Фивах было даже не до гибели царя Фив, а старик, которого убил Эдип, был именно царь Фив Лай. А чудище сфинкс, как вы, наверное, знаете, создавало всем загадки и, не получив ответа, уничтожало недогадливого человека. Эдип вызвался ответить на ее загадку. Загадку вы помните, да? Что за существо утром ходит на четырех ногах, днем на двух, а вечером на трех? Человек, сказал Эдип, и сфинкс бросилась в пропасть. Так ей было предписано богами. И тут Эдип вступает в новую должность, хотя он не готовился к ее приему, но вступает в нее, потому что восхищенные Фивиане делают его своим царем. И он женится на вдове убитого Ла и Акасте, его матери. Ну вот, собственно говоря, и все. Далее, мор, насланный на Фива богами, причина мора отца-убийца, все раскрывается и, оказывается, кончается жизнь самоубийством. Эдип ослепляет себя. Вот, то ли весело мы провели время благодаря Тане Медведеву, которая отгадала за три вопроса, загадываемые царя Эдипа из трагедии Сафокла «Царь Эдип». Там у него еще есть Эдип в колонии и Антигон. Аплодисменты вам. Андрей, согласитесь, что младенец был возвращен матери через несколько лет. Правда, в качестве ее мужа, но это уже деталь. Ну и так, по традиции я прошу представиться финалисток нашей запутанной семейной игры. Алла Хриастова, музей-усадьба Николая Гавриловича Чернышевского. Очень приятно. Микрофон. Светлана Рюпина, студентка филологического факультета. Татьяна Медведева, филолог. Вот мы, в общем-то, видим с вами портрет идеального игрока Маркиза. Если к глазам Аллы добавить нос Светланы, развязанность Татьяны, а вам предстоит разгадать друга семейства, описывая в одном из произведений зарубежной литературы. Друга семейства любили в этом семействе? Ну, это философские вопросы. Понимаете, мнение членов семьи могло бы и разделиться. Друг семейства потом не становится членом этого семейства, родственника? Нет. Хотя, вы знаете, в нашем сознании, вполне возможно, он уже становится членом этого семейства. В сознании читателя. Было ли в произведении указано имя этого друга? Нет. Друг семейства мужчин? Я не берусь вам точно ответить на этот вопрос. А вообще, это семейство, это человеческое семейство? Да. Друг был материальным существом? Да. А в этом семействе любили животных? Я думаю, члены семейства относились к ним по-разному. Действие произведения происходит в XIX веке? Да. Семья состояла более, чем из трех членов? Да. А другом семейства он стал случайно? Пожалуй, нет. В произведении описывается знакомство с этим человеком, семьи? Или он сразу предстает именно как уже друг семейства? Описывается ли знакомство с этим другом? Ну, членов семьи. Членов семьи, да, описывается. А действие произведения происходит в городе? Нет. Присутствует ли в этом произведении сказочный элемент? Ну, хорошо, давайте я вам отвечу, что присутствует. В произведении описываются ли упоминаются какие-то исторические события? Пожалуй, нет. Не припомню. Хотя, в общем-то, исторические какие-то экскурсы в историю на странице этого произведения случаются. А точное время действия в произведении указано? Точное, абсолютно. Ну, хотя бы век. Ну, да. Основного действия, да. Было ли в этом произведении к другу семейства особое отношение женской половины семейства? Да, пожалуй, нет. Он остается другом на протяжении всего произведения? То есть в конце произведения он тоже остается другом? Он сохраняет постоянную степень дружелюбности по отношению к этому семейству от начала произведения до конца. Более того, он был многолетним другом семейства. Очень-очень многолетним. А другие герои произведения, не входящие в эту семью, знали о существовании этого друга? Да. Есть ли у вас варианты ответа? В таком случае аудитория обретает свой идеальный вид, понимая в свое лоно недостающий. Хорошо, пожалуйста. Можно спрашивать, да? Пожалуйста, конечно, да. Но я рискнула. Был ли этот друг семейства приведением? Приведением? Да. Ну я не скажу вот так приведение, нет. Действие происходит в Европе? Да. Итак, действие происходит в 19 веке, хотя исторические экспорты случаются в Европе, не в городе. Друг семейства, который сохраняет ту степень дружелюбия к членам этого семейства, которое было выражено им при знакомстве с этим семейством, заметьте, это очень важная вещь. Так вот, этот друг семейства сохраняет степень дружелюбия по отношению к членам семейства на протяжении всего своего дружеского с ними существования или сосуществования. А друг семьи участвовал в каких-то соревнованиях? Ну, он бегал, в принципе, на перегонки. Можно назвать это соревнованием, я не знаю. Цена соревнований велика. Не спасал ли этот друг семьи, эту семью от смерти? Чего не было, того не было. А он не умер в конце произведения? Умер. Умер? Умер, да. У нас трогательная такая история получается. Если сейчас еще спросите, был ли он похоронен и оплакан. А из-за этого друга никакой из членов семьи не умер? Друг умер. А из членов семьи за него никто не скончался? Пожалуйста, и членов семьи скончался. Ну, может, эта собака бы скривили тогда? Взрыв аплодисментов. Если бы я был сфинксом, я бы сейчас должен был броситься в пропасть, наконец-то. Но, слава богу, мне это не грозит. Но, согласитесь, все правда, все правильно. Разве он не друг этого семейства, который я сохранял? А собака же друг человека. АПЛОДИСМЕНТЫ Сказочный мир, удивительный край. Край тишины, там, где слышны голоса птичьих ста. Радужный мир, он цветами одет. Голубой небосвод, там есть много красот, но любимого нет. Мир без любимого, солнце без тепла, птица без крыла. Край без любимого, горы без вершин, песня без души. Сказочный мир, не сравним ни с чем, Где каждый дом с детства знаком, Край, где радостно всем. Мир сдач чудес, он в поэмах воспет. Он сияет маня, там, где все для меня, Но любимого нет. Край без любимого, солнце без тепла, птица без крыла. Край без любимого, горы без вершин, песня без души. Мир без любимого, солнце без тепла, птица без крыла. Край без любимого, горы без вершин, песня без души. У-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у — Ну, может быть, не столько трудное, сколько интересное. — Думаете, сейчас вам будет тяжело отгадывать нашу последнюю ситуацию? — Да, думаю, что тяжело. — Ну вот Фагот, он же Коровев, говорил, что вопросы, которые мы с вами сегодня разрешаем, самые сложные. В таком случае представьтесь, пожалуйста, на чём. — Ну, зовут меня Маша Ерохина. Учусь я в физико-техническом лицее номер один в 11 классе, ну и параллельно в школе юного журналиста при СГУ. — Разносторонние. — Итак, сложные вопросы, говорил Коровев. Сложные. Пускай у вас будет 11 вопросов для того, чтобы отгадать гостя нашей программы, русского актёра. — Этот русский актёр относится к какой-то династии актёрской? — Ну, все русские актёры, потомки великого множества поколений славных русских актёров. — Александр Александрович, не увиливайте, мне нужно точно. — Если точно, то нет. — Спасибо. — Вот что значит соединение филолога и физика-математика, как у вас. — Да, совершенно верно. — Можно так филологически слушать, а потом мне нужно точно. — Хорошо. — Так, ну спрошу тогда, можно ли сказать, что этот актёр сейчас находится в расцвете сил? — Это филологически, безусловно. — Замечательно. — И попробуйте только не согласиться со мной, когда он спустится сюда. — Это актёр больше театральный? — Ну что значит «больше»? — Ну есть актёры, которые больше играют в театре, чем в кино. — Маша, вы сейчас попунктны. Я уже математику давно как-то забыл, поэтому вы меня себе обыграете. Ну что вам сказать? Люди, которые ходят в театр, в основном, знают его более как театрального актёра. Люди, которые смотрят кино, безусловно, знают его как актёра кино. — Он снимался в сериалах? — В сериалах? Да ну, в общем-то, да. Я думаю, что люди, которые смотрят кино, знают его не только по сериалу. Кроме того, люди, которые ходят в театр, знают его и как актёра кино. А люди, которые смотрят кино, догадывают, что он, вероятно, ещё прекрасный театральный актёр. — Ну, спрошу так. Он никогда не пробовал себя в амплава ведущего какой-то телевизионной программы? — Нет. Нет. И это ещё раз подтверждает самые лестные характеристики, которые можно дать этому актёру. Почему быть ведущим какой-нибудь телевизионной программы? — Он снимался в каких-то фильмах, где ему приходилось фехтовать. — Фехтовать? — Нет. — Он снимался в исторических каких-то... — Да. — В тех фильмах, в которых он снимался, он сам пел? — Пел ли он сам? — Да. — Нет. — Он женат? — Да. — Да. Если вы сейчас спросите, запутанный или загадочный, или с ними отношение, то спрашивайте об этом не меня, а его. — Хорошо, мы спросим. — Ну что, трудно? — Да, честно говоря. — Вот и Волан говорил, прав был фагот. Кровь, колоду карт причудливо тасуется. — Можно мне задать какие-то вопросы относительно его внешности? Он блондин? — Нет. — Нет. — Последний вопрос. — Подождите. — А что, филологи, они же в математике предпочитают блондинов? — Мы предпочитаем умных, прежде всего. — Ну тогда... — Тогда, поскольку он не ведет никакой телепрограммы, он, безусловно, отвечает вашим требованиям. — Спасибо. — Последний вопрос. — Вы знаете, но прежде, чем я его задам, хочу извиниться перед гостем, если я его все-таки не угадаю. — Когда выйдет. — Да, когда выйдет, конечно. — Тогда извините, потому что я надеюсь, что кто-нибудь угадает. — Да, конечно, но кто-то точно угадает. — Ну такой вопрос. — В семье этого актера еще есть актеры, помимо него? — Нет. Профессиональных нет. — Вы знаете, такое ощущение близко-близко, но, к сожалению, нет версии. — Ну что, мы дали Маше 11 вопросов как филологу. Давайте дадим ей. Еще один вопрос как математику. — Спасибо. — Ну, знаете, я просто вот назову имя своего самого любимого актера. — Это рискованно. — Это рискованно. — Вы назовете не то имя, и человек просто не спустится. Он скажет, что самый любимый у него не я. — А, вы правы. — Это рискованно, Маша. Нет, ну, пожалуйста, я-то ничем не рискую. Рискуете вы. — Не, рискую я, прежде всего. — Ну, может, Вениамин Смехов, не знаю. — Вениамин Смехов был у нас на передатчике. — А, был? — Я передам ему вашу. — Хорошо, спасибо. — Он, безусловно, не блондин. — Да. — Ну, он сам поет, понимаете, в чем дело. — И фихтует. — И фихтует, да. — Ну, любите, несмотря на что. — Ну, люблю, да. — А любовь слепа. Пусть говорит, что он не фихтует. Все равно он. Аплодисменты вам, Маштолкин. — Я в прошлый раз непосредственно от темы игры отталкивалась. И не угадала тогда Гуськова. Вот этот актер, сегодняшний наш гость, он снимался в фильме, в котором вот эти родственные связи, вот такие были все запутанные. — Да. — Работал ли он в Театре Сатиры? — У вас второй вопрос. Ну, хорошо, да. — Валерий Борисович Гаркалин. — Если такое счастье вообще может быть в жизни. — Вот, Инна, вы же уже с Алексеем Гуськовым тогда вы отталкивались от темы игры. — Отталкивалась, не оттолкнулась. — Не оттолкнулись. — Что значит тренировка? Гость нашей программы Валерий Гаркалин. — АПЛОДИСМЕНТЫ – АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 В расцвете, да. Понятно. Это герой нашего отечественного периода советского или до? До. Боже мой, сколько там героев? Один, в котором вы имеете самую непосредственно в тышу. Я сам, да? Это в дворянском гнезде? да не русская литература зарубежный зарубежный значит за пределами зарубежная литература автор зарубежный происходит здесь и не в россии обычно более за счет играю но поскольку вы покажите битов наши я явно это дворянской мощи не поиграем потому что без риски дворянское гнездо до запутанные страшные семейные отношения событий романа или повести нет ни роман не поиск все тогда писали актеры же должен за что будет только работа поиск еще саги нет позже в те времена писали чьи пьесы но наверное речь идет о шекспире гаммлит взрыв аплодисменте это была репетиция нашей с вами финальной игры который пройдет потом за кадром для телезрителей только а вот вы сами скажете почему я именно гаммлита вам сейчас загадал или мне рассказать ну я могу сказать это в общем уже не секрет в силу того что сейчас я бы приехал из москвы буквально вот с репетиции этой этой но лучше пьесы человечество если так можно выразиться гамлет в переводе шекспира в переводе нашего современника соотечественников замечательного памята молодого очень человека андрея чернова в театре станиславского 30 мая премьера этот спектакль где я буду изображать датчанин а если вы сегодня то есть и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова